Дуглас МакГрегор У нас нет острой стратегической заинтересованности, которая вынудила бы нас быть там. Президенту очень повезло. Цель этих ракет, как вы отметили, была заранее известна, и мы были заранее осведомлены, куда они упадут. Поэтому у нас была возможность эвакуировать солдат, морской флот, летчиков и морпехов, и все прошло без потерь. Президент не стал угрожать военным ответом Ирану, и это было правильное решение. Ему нужно выполнить обещания, данные американцам, и вытащить США из Сирии и Ирака. Война окончена, мы проиграли. На данный момент победителем является Иран, но это ненадолго. Ирану придется соперничать с турками и с городом исламистов за Ирак. Мы заинтересованы в том, чтобы не вовлекать Ирак в Сирию. Наши интересы начинаются там, где линия берет свое начало с Израиля, Иордании, Саудовской Аравии, рядом с Кювейтом и вплоть до середины Персидского залива. В них мы и заинтересованы. До залива, говорите? Конечно, если вы говорите о том, чтобы препятствовать росту влияния Ирана на регион, вручите им Ирак и пожелайте удачи. Точно так же, как Советский Союз вторгся в Афганистан, что привело к окончанию Советской империи. Турция и мистер Эрдоган дали ясно понять, что они желают заполучить Северный Ирак. Ему хотелось бы взять под контроль всю Сирию. Он направляет войска в Ливию и в Тунис. Он — новая проблема для нас, не Иран. Иран уже на грани провала. Его население уже сыто по горло войнами марионеточных сил и иранцами в Ираке и Сирии. Они понесли тысячи потерь. Господин Сулеймани был известен среди многих, но и очень непопулярным среди остальных. Особенно у людей, которые потеряли своих сыновей, воевавших в тех странах. Давайте свалим, оставим это. Дадим людям там разобраться с этим. И они разберутся. Иран недолго будет мелькать в Ираке. Есть шанс, что это случится. Президент может сделать это. У него сейчас есть прекрасная возможность. У него есть новая отправная точка. Он может постелить чистую скатерть на стол, сесть с иранцами и сказать, «Расскажите о своих целях, и мы поведаем вам о своих». Он может нарисовать ту линию, о которой я упоминал ранее. Она станет линией Трампа. Вот так великие державы решают дела. Но эта страна не станет оказывать поддержку, чтобы остаться в Ираке и Сирии. США не окажет поддержку войне, происходящей там. Он знает об этом. И теперь есть две группы людей, которые знают об этом. Руководство Тегерана знает, что не хотят войны с нами. Мы знаем, что не хотим войны с ними. Какая прекрасная возможность спокойно сесть и все выяснить. Единственной помехой является Вашингтон. Да. Как и всегда. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok